ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Да, в это время нам режиссер трансляции дал круглым планом лицо Александра Матмуратова. И там сразу две сечки есть. Неприятные, тонкие, но кровоточащие обильные. И вот именно они виноваты в том, что окровавленным мы видели лицо Александра Матмуратова к концу первого раунда. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь печень достает, отвечает Матмуратов. Сам пробивает в области лизенки колено. Да, не зря мы делали ставки с коллегами внутри, именно ставки на то, что этот бой будет очень ярким. И отмечали его среди всех противостояний, что здесь обещает быть серьезнейшая рубка. Второй раз, бой! У Туменова есть своеобразный рекорд. Он один из своих поединков закончил уже на 12-й секунде. Так что, в общем-то, статус его как опасного ударника можно бесконечно подтверждать. Вертушка очень хорошая была и прошла, кстати, в корпус. В отличие от ударов, которые были по блоку. Но опять поджимает, поджимает Бибер постоянно. Заставляет работать из-под прессинга Александра Матмуратова. И это, в общем-то, нелегко. Да, и вот ровно так защищает, заставляет, вернее, Матмуратов, прошу прощения, Туменов заставляет Матмуратова перемещаться, что, в общем-то, не может себе позволить большое количество хайкиков Александр, хотя он опасен ими. По-моему, неприятно попал чуть ниже линии. Шорт где-то в пах, и поэтому небольшая пауза была. Вновь размен с таких коротких ударов начал Туменов. Еще один мидлкик. Чужело попадает с левой руки Туменов. По-моему, да, у Туменова тоже рассечение появилось. Если, конечно, это не кровь Александра под правым глазом, то как будто бы тоже есть сечка. Александр неплохо корпусом сейчас поработал, заставил попромахивать своего соперника. И, кстати, заметь, справа на спине у Биберта тоже есть красное пятно. Вполне возможно, это как раз-таки последствия мидлкиков, которые проходили у Матмуратова. Там от Муратов просто абсолютно каменный корпус имеет. Опять же, это наследие Кёкушин карате, потому что эту рубашку формирует годами. И все, что прилетает ему в корпус, как будто бы не чувствует. И, кстати, по корпусу руками-то оба много пробивают. Это красивая техника и жестокая техника, наверное, даже. И вот оба раз от раза прикладываются туда, по ребрам, по печени. Это не только Бибер делает, который, безусловно, со школой бокса умеет это делать отлично. Но и Александр раз от раза этим пользуется. Колени от Туменова. Восхищает абсолютно чувство дистанции у Туменова. Как же он чувствует, когда нужно оттянуться и дальше выкинуть несколько очень точных ударов. По-хозяйски абсолютно действует в этом компоненте. Великолепный мидл. Ух ты! А вот сейчас Матмуратов-то! Очень здорово после мидла поймал вот эту вот паузу, наверное, длиной в полсекунды. И блестящие три удара пробил. Да, пожалуй, очень сложный поединок получается для этого балкарского спортсмена. Менов пробует переводить. Вспоминаю, что секундирует отец Хусейн и Альберт Туменов. Большая пауза здесь за спиной. Все-таки оказывается Биберт. Работает коленом по ведреной части правой ноги. Здесь опять такая же подсечка была, как и в предыдущих поединках. Попытка вывести из равновесия. И перетащить на канвас. Забрал в спину, по-моему, Туменов. И сейчас близок к тому, чтобы и второй раунд свой откид записать. То есть привести со счетом 20-18 после двух раундов. Тогда, конечно, для Александра все станет не очень хорошо в этом поединке. Опять размен. И чуть более точен в этих многочисленных ударах Биберт Туменов. Великолепно подготовил. Какая школа! Да, с одной стороны, кажется, что очень много урона принял Александр Матмуратов. Но его техническим действием это не так остро ощущается. Потому что он по-прежнему атакует. По-прежнему атакует опасно. И Туменову ни в коем случае не стоит расслабляться. Да, разбито лицо у Матмуратова. Но он пробивает осмысленные комбинации и очень опасные комбинации. Хорошо соединил все эти удары. По-своему действует шикарно Матмуратов. По-своему, по-боксерски, бьет Туменов. Просто какой-то фестиваль сегодня технических действий. Да, я смотрю сейчас на Альберта Туменова, очень известного российского полусредневеста. Он очень эмоционально подсказывает брату. И вообще уже в десятках интервью мы слышали от всех братьев мира, наверное, о том, что крайне сложно смотреть поединки родственников. Лучше драться самому, чем сидеть по другую сторону клетки и переживать. И вот ровно этим сейчас занимается Альберт Туменов. Еще дополнительно кровотечение открывается на носу. В общем, левая часть лица как раз, которая подпадает под правую руку Биберта Туменова. Она окровавлена абсолютно вся. В общем, это тоже является... Ух, какой акс-кик. Да, здорово пробил Александр. С разворота попробовал, но его ловит на этом ударе Туменов. Снова там рассечение. Напоминают о себе, потому что снова кровью заливает правую часть лица Александра Аккуратова. Хорошая комбинация. Несколько раз. Боковым заканчивает ее Туменов. Натыкается на очень опасный апперкот. Добавляет колено вроде бы Биберт, но не получилось достать. Полный порядок с характером, конечно, у каждого из них, потому что очень много они ударов принимают. Если я не ошибаюсь, Тимофей Настюхин секундирует Александра Матмуратова. Боец, который некоторое время назад сенсационно нокаутировал Али Альвареса в промоушене 1FT. И сейчас у Александра будут очень сложные пять минут. Вероятно, он проиграл два первых раунда. Но его характер не позволит ему просто так отдать этот бой. Поэтому не сомневаемся и посмотрим, какими будут следующие 300 секунд. Смотрим, как работает Биберт и оттяжки. Тут же колени, руки, колени очень здорово чередуют эти компоненты. А вот здесь напропускал достаточно основательно от Александра Матмуратова. Опять же, стоит констатировать, что сложный поединок для подсчета. Ты знаешь, да, я бы еще обратил внимание, что Доктор почему-то снова работал в красном углу, как и в предыдущем поединке. То есть, что-то, видимо, привлекло его внимание именно у Туменова. Хотя, казалось бы, там и сечки, и кровотечение гораздо больше у Александра Матмуратова. Ну, а насчет сложного. Вот здесь как раз-таки, мне кажется, есть повод для дискуссии. Я бы предположил, что Биберт забрал два раунда. И что Александру сейчас нужно попробовать искать досрочное завершение поединка. Ну что ж, для того, чтобы уравновесить позиции, буду все-таки возлагать большие надежды на Александра Матмуратова. А в конце этого боя подведем итоги. Продолжает поддавливать Биберт Туменов. Опять размен. На выходе из клинча, я думаю, нужно быть внимательным от Матмуратова, потому что уже несколько раз Туменов пробовал так провожать одним ударом, когда бойцы разрывают клинч. Может быть этим опасен, как и многие боксеры. Ох, хорошо, как два джеба и правый. Даже было слышно, как влетела рука, такой глухой стук. И опять очень здорово раздергивает Туменов, встречает хорошо с правой руки на встречном движении. Да, что интересно, Биберт раз от раза работает в одной и той же позиции. То есть, если сверху посмотреть на клетку, он буквально вот по этому черному контуру уходит. То есть, заставляет Александра вдоль сетки спиной двигаться. И, видимо, это его абсолютно устраивает. Хорошо по корпусу, как крючком буквально подцепил Туменов. В трех последних эпизодах лучше показывал себя Биберт. Очень здорово попадал. И вот теперь вот опять таким длиннющим крюком достал. И здесь слева. И более так остервенело выглядит сейчас Матмуратов. Видно, что неприятно ему все, что происходит. Да, перкоты заработали у Туменова в этом раунде. Два раза подряд он уже подцепил ими. По-моему, и третий сейчас зашел. Очень хорошо этот удар идет у Биберта. Опять слева достает на отходе. Очень неприятно. Причем дернул он Александра. Заставил его среагировать на обманное движение. Только потом выбросил удар. Приходится сморкаться от Муратову, потому что кровь в носу застывает. И здесь опять Разми. Просит Александра два-три удара больше комбинировать. Но тяжело от Муратову. Хотя, конечно, его характеру можно только поаплодировать. Этих ударов хватило бы, возможно, на нескольких бойцов. Но это должны быть бойцы чуть-чуть другой уверенности в себе. Меньше уверенности в себе. Александр стоит на своем. Очень жесткую фазу заходит. Постоянно пропускает Муратов, но при этом не отступает. И пытается отвечать. Достаивайся, достаивайся перед ним. Хороший внутренний лоу. И опять проходят комбинацию у Туменова. И, конечно, они наносят урон его сопернику. Да, действительно, стали заходить эпиркоты. Особенно вот в таких комбинациях. И просто терпит уже Александр Матмуратов еще несколько ударов. Еще тяжелее ему приходится. Но отвечает в корпус. Да, но опять же понимаем, что, наверное, все-таки совсем другие у них пока кондиции. Туменов дрался в феврале этого года. И победил. А Александр, как вы уже говорили, два года не выходил на профессиональные поединки. И последний бой проиграл. Пробует перевести Туменов. Да, любопытно. Я думаю, что, чувствуя свое преимущество, сейчас просто пробует, как это. Можно ли это осуществить. Бибер Туменов поджимает к сетке. Инута 20. Еще. В этом бою. Да, было бы интересно, конечно, статистику ударов увидеть. Потому что, мне кажется, что Туменов, если не брать первые три минуты этого поединка, когда мы с тобой как раз говорили, что он как будто бы чуть пережидает, потом начал бить очень много, очень болезненно. И, повторюсь, я пока аплодирую характеру Александра Матмуратова, сколько он принял урона. И все равно мы видим, что он ищет свои шансы. Это делать все труднее и труднее с каждой минутой. Но он не сдается. И не хочется даже представлять, что ему приходится терпеть с точки зрения ощущений. Потому что сейчас здорово пробил хайкиком. Но Туменов прочитал этот удар. Даже улыбаются друг другу бойцы. Да, сегодня с техникой просто фейерверки. Да, я бы хотел сказать еще, что добро пожаловать на вечеревые бои, где на 15-й минуте поединка два человека с окровавленной милицией могут улыбаться и отмечать удачные технические действия друг у друга. Здесь, конечно, своя атмосфера. Сейчас она очень остро чувствуется. Здорово два удара от Матмуратова. Да, сейчас, я думаю, публика бы поаплодировала. Я думаю, и вы у своих экранов тоже сделали подобное. Сумасшедшая скорость. Опять серия проходит. Очень много попаданий. Здесь попытка вытащить на тейкдаун. И понимаем, и да, за что благодарен Туменов Александру Матмуратову. Тут демонстрируют просто невероятную стойкость, невероятную оппозицию. И, конечно, это просто прекрасный поединок. А прекрасные поединки, возможно, только когда в них участвуют двое. Благодарит Бибер Матмуратова за бой. Спросил, как он себя чувствует. Аж ответил, нормально. Пожалуй, это самое правильное слово, потому как налицо урон. Но при этом он не хочет показывать слабость, учитывая, опять же, школу каратэ. Так, эти люди даже не имеют права на боль, да, или на ощущение усталости. Тяжелый бой, но, возможно, это поможет Александру вернуться. Мы бы, конечно, хотели бы видеть его чаще. Хотели бы видеть больше боев с его участием. Надеемся, что его пауза закончится. Да, блестящая проверка для Туменова таким многоопытным спортсменом. И мы готовы послушать итоги этого противостояния. Мойцы, на середину. Уважаемые подруги смешанных боевых наборств в этом поединке по итогам трех раундов. Единогласным решением судей одержал победу. Девятая победа в карьере Биберта Туменова. В общем-то, уже до объявления судейского решения все понимали, кто будет здесь победителем. Но мы можем только порадоваться за всех тех, кому повезло увидеть отбой. Это было очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok